Василий Александрович Сухомлинский. Сердце отдаю детям. Уже через неделю после начала занятий в школе радости я сказал малышам, принесите завтра альбомы и карандаши, будем рисовать. На следующий день мы расположились на лужайке. Я предложил детям, посмотрите вокруг себя, что вы видите красивое, то и рисуйте. Наступила тишина. Дети рисовали с увлечением. Вот Ваня, весь поглощенный своей работой, рисует улей. У мальчика раскраснели щечки, в глазах огонек вдохновения, который приносит радость учителю. Коля не сказал, что ему понравилось, и меня очень волнует, что же он нарисует. В альбоме мальчика я увидел ветвистое дерево. Оно окружено роем маленьких звездочек в ореоле лучей. Высоко над деревом серп луны. Как хочется мне прочитать в этом интересном рисунке сокровенные мысли и чувства ребенка. Ведь я вижу в его глазах такой же огонек вдохновения, как в те минуты, когда мы наблюдали мир. Что это за звездочки над яблоней, спрашиваю Коли. Это не звездочки, говорит мальчик. Это серебряные искорки, которые попадают в сад с луны. Ведь у луны тоже есть кузнецы-великаны, правда? Конечно, есть, отвечаю я, изумленный мыслями, которые волновали ребенка в тихие часы. Значит, он смотрел на ночное лебо и любовался сиянием. Я боялся потревожить творческое вдохновение мальчика. Сердце забилось от радостного открытия. Творчество открывает в детской душе те сокровенные уголки, в которых дремлет источники добрых чувств. Помогая ребенку чувствовать красоту окружающего мира, учитель незаметно прикасается к этим уголкам.